Всем привет! Вы смотрите канал VideoHolka и в этом видео уроке мы будем ускорять Windows 10 или другими словами повышать производительность системы. Давайте начнем с самого простого. Открываем проводник, щелкаем правой кнопкой мыши по моему компьютеру и выбираем свойства. Дальше переходим в дополнительные параметры, вкладка дополнительная под пункт быстродействия и параметры. Вкладка дополнительная и виртуальной памяти нажимаем изменить. Убираем здесь галочку, автоматически выбирать объем файла подкачки. Знаю, что многие против того, что я сейчас делаю, это индивидуальный каждого выбор. Я делаю так, как считаю правильным. Если у вас компьютер слишком слабый, то рекомендую указывать вручную этот параметр. Если у вас достаточно оперативной памяти, то можете оставить автоматически. Если же у вас все-таки не хватает оперативной памяти, ставим вот здесь галочку и выставляем исходный размер и максимальный размер одинаковыми. Пишем 2048. Нажимаем «Задать» и «Ок». Выскочит окно с подтверждением изменения данных, нажимаете «Ок» и перезагружаетесь. Следующий момент. Нажимаем сочетание клавиш «Ctrl», «Shift», «Escape». Появляется окно с диспетчером задач и переходим на вкладку «Автозагрузки». Сортируем по издателю и отключаем все ненужные программы, которые грузятся в фоновом режиме и которые вам, естественно, не нужны. Выбрав программу, нажимаем «Отключить». Теперь отключаем ненужные службы. Пуск выполнить ms-config. Выбираем службы. Здесь ставим галочку «Не отображать службы Microsoft». И отключаем все ненужные вам службы. Отключу Google, Mozilla и Яндекс. Применить. Ок. Перезагрузка. Следующее. Пишем в окне поиска «Выбор времени отключения экрана». Заходим в «Настройки», «Дополнительные параметры питания». И здесь внизу можно выставить высокая производительность. Закрываем. Теперь удаляем все ненужные приложения, которые могут замедлять работу системы. Нажимаем «Пуск», «Параметры», «Приложения». Опускаемся ниже и удаляем отсюда ненужные программы. Выделяем программу и нажимаем «Удалить». Таким образом избавляемся от всех программ, которые вам не нужны. Выбирайте только те программы, которые вы знаете. Потому что если вы удалите что-то нужное, то могут появиться ошибки. Следующее. Отключаем неиспользованные настройки. Снова идем «Пуск», «Параметры», «Конфиденциальность». И все параметры отключаем. Далее «Диагностика и отзывы». Ставим галочку на «Основные». Опускаемся ниже. Выключаем «Персонализированные возможности». Еще ниже. Ставим «Частота формирования отзывов». «Никогда». Если вы хотите все-таки отправлять отзывы Microsoft'у, то ставите «Автоматически». Далее вкладка «Расположение». Здесь нажимаем «Изменить» и отключаем эту функцию. Вкладка «Камера». Выключаем. Далее вкладка «Микрофон». Здесь отключаем следующие приложения. «Майкрософт Эдге», «Майкрософт Сторе», «Оныноты for Windows 10», «Иксбокс Гаммы Бар», «Веб-средства просмотра классических приложений», «Компаньон», «Портал смешанной реальности», «Средства 3D-просмотра», «Фотографии» и «Центр отзывов». Далее «Голосовая активация». Разрешить приложением использовать голосовую активацию. Выключаем. Уведомления. Разрешить приложением получать доступ к уведомлениям. Отключаем. Сведения учетной записи. Разрешить приложением доступ к данным учетной записи. Отключаем. Контакты. Разрешить приложением доступ к списку контактов. Отключаем. Календарь. Разрешить приложением доступ к календарю. Отключаем. Дальше журнал вызовов. Отключаем здесь. Электронная почта. Отключаем здесь. Радио. Разрешить приложением управлять радиомодулями устройства. Отключаем. Фоновые приложения. Здесь отключаем следующие приложения. Microsoft Adge, Microsoft Solitaire, Microsoft Store, чуть ниже, Xbox Gamma, Compagnon, люди, спорт, средства 3D просмотра, техническая поддержка, тарифные планы, финансы, фотография и центр отзывов. Можете также выключить советы и погода. Возвращаемся обратно в систему. Выбираем система. И уведомления и действия. Снимаем галочки. И здесь можно выключить. Далее вкладка режим планшет. Изменить дополнительные параметры планшета. И убираем здесь галочки. Закрываем. Теперь удаляем ненужные файлы. Пишем в окне поиска. Процент. И все отсюда удаляем. Если что-то не удаляется, пропускаете. Закрываем. Теперь открываем мой компьютер. Диск C. Папочка Windows. Здесь находим папку Temp. И удаляем отсюда. Теперь в поиске пишем очистка диска. Опускаемся ниже. Ставим галочку временные файлы. ОК. Удалить файлы. Система автоматически почистит ненужные файлы. Теперь заходим в параметры хранилища. И включаем эту функцию. Теперь система автоматически будет почищать временные файлы. Закрываем. Если у вас стоит SSD-шник, то следующий пункт пропускаете. В окне поиска пишем Дефрагментация. Выбираем свой жесткий диск и нажимаем Оптимизировать. После того, как процесс завершится, закрываете и перезагружаетесь. Теперь изменяем некоторые настройки. Щелкаем правой кнопкой мыши. Персонализация. Вкладка Пуск. И здесь все выключаем. Закрываем. Включаем максимальную производительность. В окне поиска пишем PowerShell. И запускаем от имени администратора. Пишем вот такую команду. Эта команда будет в описании под видео. Нажимаем Enter. Теперь эту функцию необходимо включить. Пишем в окне поиска Питание. Переходим в электропитание. И у нас теперь появилась новая функция производительности. Максимальная производительность. Ставим галочку. Закрываем. Теперь выключаем режим гипернации. Это процесс, который является промежуточным между полным выключением компьютера и переводом его в спящий режим. Так как этот режим может глючить на слабых компьютерах, то его следует отключить. Для этого открываем командную строку от имени администратора. И пишем вот такую команду. Нажимаем Enter. Закрываем. Теперь давайте отключим службу SysMine. Это служба, которая отвечает за кэширование данных Windows 10. Здесь, конечно же, есть одно замечание. Ее нужно выключать в том случае, если эта служба начинает кушать слишком много памяти. И тем самым тормозить компьютер. Если же у вас такой проблемы не наблюдается, то лучше этот пункт пропустить. В огне поиска пишем службы. Находим SysMine. Ставим отключена. Остановить. Применить. Окей. Таким же образом можно отключить службу поиска файлов. Windows. Серх. Тоже ставим отключена. Останавливаем. Применить. Окей. Эта служба постоянно сканирует жесткий диск, индексируя файлы для ускорения процесса поиска. И потребление ресурсов этой службы, конечно же, незначительное, но в некоторых случаях она может вызывать проблемы. Следующий пункт для тех, у кого стоит жесткий диск. Заходим в свойства моего компьютера. Выбираем диспетчер устройств. И пункт дисковые устройства. Переходим в свойства и политика. Разрешить кэширование записи для этого устройства. Если у вас стоит SSD-шник, то эту функцию можете отключить. Если же стоит обычный жесткий диск, то ее лучше оставить. Далее открываем мой компьютер. Переходим в свойства диска C. И убираем галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов». Убираете эту галочку в том случае, если же у вас стоит SSD-шник. Применить. Окей. Продолжить. Пропустить. Пропустить все. Ну и пока у нас идет обработка, переходим к следующему. Пишем в окне поиска «Контроль». Опускаемся до самого низа. Окей. Если вы боитесь, что без вашего ведома кто-то что-то установит, то можете оставить как есть. Но изменение этой функции на слабых компьютерах ускоряет производительность. На этом все. Все эти действия – это не панацея. Это мое личное мнение. Знаю, что многие не соглашатся, поэтому спорить не буду. Если вам видео помогло, напишите об этом в комментарии и поставьте лайк. Если у кого-то останутся вопросы, то не стесняйтесь и задавайте. А я желаю всем удачи. Всем всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok